Здравствуйте, друзья! Здесь у меня часы Casio такие вот ремешком ну и решил я сделать на них ремешок из паракорда буду делать двухцветный ну что делаем снимаем ремешок, обрезаем места, где мы запаиваем паракорд иначе его здесь не пролезет и в первую очередь прикручиваем паракорд к фастексу чтобы долго не чудить, я сделал просто я просунул два конца вот сюда теперь делаем следующее берем наш паракорд просовываем фастекс его сверху вот так вот сверху просунули дальше обкручиваем просовываем его снизу и вставляем вот сюда в петлю зачем нужны такие сложности ну все очень просто тоненький фастекс поэтому особо если здесь сейчас спаять паракорд то он может и не пролезть спаиваем паракорд спаиваем так чтобы вместо спайки пришлось где-нибудь посередине вот этого нашего импровизированного ремешка тогда все будет крепко держаться так паракорд спаяли я так примерно прикинул что мне надо чтобы ремешок был около 8 сантиметров длину по затратам паракорда помните мы с вами высчитывали что паракорд где-то вот так вот примерно нормально будет что паракорд уходит где-то из расчета метр пятнадцать на 10 сантиметров плетения ну что теперь начинаем плести сейчас посмотрим какую первую и пробуем первую коричневую красную под низ что я хочу чтобы у меня получился коричневый браслет с красной окантовкой сейчас посмотрим так ли это правильно ли я все сделал правильно сейчас повторяю чем удобно вот такие плетения двухцветных темляков что ты вот точно знаешь что допустим коричневый он у тебя всегда идет сверху значит красный снизу и ты уже никогда не ошибешься ну все смысл понятен претен претенки извиняюсь претен кобру ну и и и и вот считай одну половину сделали но вот такая кобра немного скучновато все-таки чувствуется что надо еще что-то поэтому давайте сделаем так у кого нет иглы просто обрежем здесь и все а у кого есть попробуем сделать вот такую штуку возьмем углу и вот тот цвет который у нас нет подкантовки либо если у вас из одного на цвета все сделано наберем две иглы на каждую и вот сюда вот так вот будем вставлять в каждую протягивать и вставлять в следующую это даст такой некий кантик который будет примерно так вот выглядеть более широким поехали посмотрим что получится вот обходим до конца вторым кусочком паракорда но я не знаю лучше получилось хуже получилось но по мне так оно по прикольному обычно выглядит все здесь то можно все аккуратно обрезать спаять и можно будет потихонечку приступать то же самое пропускаем сверху снизу и саму себя и вот эту всю конструкцию можно затягивать вот эти два куска спаиваем и дальше делаем то же самое отмеряем столько сколько нам надо но теперь у нас есть возможность приложить часы к руке застегнуть их застегнуть их так потому что сами понимаете тут еще дополнительный объем придастся паракордом а дальше плетем так сплели ну что для экономии прикидываем примерно так 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 ну и чтобы было иголкой манипулировать удобно но так отрежем может маленький кусочек когда пригодится еще все отрезали начимаем обшивать делаем последний стежок все обрезаем запаиваем вопрос на хрена вообще было заморачиваться менять на принципе еще рабочий браслет на паракордовый но ответ прост просто из любви к искусству то есть никаких причин делать это у меня не было у меня не было ну я понимаю ситуация что у вас там браслет сломался еще что то но браслет в принципе нормальный но тут так вот чуть покоцанный но это все ерунда то есть это просто желание заморочиться и сделать в таких рабочих часах паракордовый браслет потому что что то такое типа расплести и что то сделать ну вы понимаете не знаю какой глубины задницу надо попасть чтобы начать расплетать браслет от часов которые с таким трудом сделали ну трудом тут сами понимаете минуту время затраты так то все просто вот так это выглядит сделано вот такой немножечко про запасную что сами знаете когда ты работаешь рука отекает все время потная поэтому пускай будет немножечко свобода минус конечно паракордовый браслетов в том что они одноразмерные то есть тут если только у тебя не на максимуме да понятно что может быть больше больше меньше в зависимости от того что такое происходит такие браслеты почти всегда не одноразмерные поэтому лучше сделать чуть побольше ну а так мне кажется что так прикольно получилось на работу можно брать там где то что то такое надо будет сделать ну я имею ввиду на физическую работу давайте посмотрим еще раз как все это получилось думаю неплохо ну единственное что может сказать полезного это то что я попробовал для себя эту штуку давно хотел посмотреть как это будет смотреться но смотрится вроде как неплохо вот смотрите еще раз разницу и так интересно и так интересно ну за всем все всем спасибо за внимание до свидания